Беременность это не болезнь, это одно из естественных состояний женщины. Однако, следует знать некоторые принципы и правила при проведении массажа для беременной. Во время прохождения беременности, женщина проходит испытание. В ней происходят изменения, которые определяют характер и судьбу ее ребенка. Ее бросают в крайности, ее бросают в совершенно противоположные чувства. Мужчина должен понимать это. Степень понимания определит то, как сложатся отношения дальше, здоровье их ребенка и здоровье их семьи. Мы сейчас покажем вам массажные практики, которые улучшат понимание взаимоотношений на уровне тела. Они будут не только каким-то массажем, но также и формой общения между мужчиной и женщиной во время беременности. Наши гости, модели, представьтесь, пожалуйста. Дмитрий. Татьяна. Татьяна, уже достаточно большой период беременности, 8 месяцев. На что бы вы могли сказать, какие ощущения для вас проблемны? Что вы могли бы сказать, какие-то неприятные в теле, в поведении, может быть, что-то? Что вам мешает жить? Ну, самое, наверное, актуальная проблема для всех беременных на позднем сроке – это нагрузка на спину и, следовательно, болезнь поясницы. И также нагрузка на ноги. Немножко прошелся и уже начинается чувство тяжести в ногах и усталость. Понятно. Дмитрий, вы своей жене массаж делали все эти месяцы? Да, но редко. Поэтому мы пришли к вам, чтобы понять, как необходимо правильно делать. А что не получалось? Вот давайте как раз снимем частики, между прочим. Когда делаем массаж, сейчас и снимаем. Мы сейчас начнем делать массаж ног вдвоем. Вот, идите, Дима, сюда. Идем. Представьте, разделите ноги на несколько частей. То есть вот до коленка, коленка, до стопы, стопа и пальчики. Вот пять частей пускай будет. Массаж ног можно выполнять к телу или от тела. Если мы хотим человека как-то больше расслабить, чтобы это была большая энергетическая практика, мы делаем вниз. Если мы работаем с кровью и не хотим вызывать изменение давления, то лучше делать все движения вверх. При этом вы можете использовать масло. Я просто сейчас покажу, как это делается. Вы просто берете, начинаете с какой-то точки и движетесь вверх. Вот такое поглаживание может быть. Можете делать это двумя руками. Можете делать это в разных направлениях. И вот вы так вот можете таких несколько движений сделать несколько раз. Можете положить руку на руку. Делать это. Попробуйте. А не надо сжимать? Пока не надо. Ваша задача помочь своей партнерше чувствовать, что она не одна. И просто ее дотрагиваться. Просто для нее представлять себе направление вот сюда. Можно также делать вниз. Вот давайте от коленка сделаем вниз. Одна рука фиксирует, а вторая как бы что-то вот туда выжимает. Попробуйте. Да, и когда вот как бы достает, получается что-то? Возникает ощущение, что из нее что-то достают. Вы достаете усталость. Когда вы ее достали, вы ее не в себя забираете, а вы ее как бы отпускаете. То есть от движения с выдохом. В древней китайской медицине Цигун говорится о том, что у женщины во время беременности происходит максимальное скопление именно внутренней энергии для того, чтобы выносить ребеночка 9 месяцев и потом его родить. Основная цель состоит в том, чтобы научиться управлять этой внутренней энергией. Для этого есть два способа. Первый способ – это массаж, про который рассказывал Борис. И второй способ – это дыхание. Конечно, массаж и дыхание – это две неотъемлемые части, которые совмещаются в период вынашивания ребенка. При помощи массажа и дыхания мы можем снять стресс, можем снять усталость, внутреннюю тревогу, которую, как правило, мучают женщины на последних сроках беременности. Дыхание в основном преобладает брюшное. Для того, чтобы научиться брюшному дыханию, необходимо уже во время планирования беременности походить на занятия к инструктору, который расскажет подробно, покажет и научит брюшному дыханию. Теперь покажу еще одну интересную технику. Как можно еще делать? То есть, вот вы находитесь на отдыхе, в поездке или где-то дома. Ну, что-то делаете, чтобы это не было скучно, одно и то же. Поиграем в такую игру. Вы представляете, что одна рука в что-то дает какое-то тепло? Есть тепло? Вот. Это тепло проходит по ноге, например, и возвращается в другую руку. И вот вы так держите руки и делаете, как бы, направляете тепло внутрь, отсюда достаете, и возникает такой круг. Вместе с дыханием при этом женщина может заснуть. Вы должны спать уже. Шучем. Потом, вот, начинайте вот отсюда, попробуйте. А вы смотрите на разницу ощущений. Было такое или не такое? Вот вы представляете, что что-то идет сюда, и оттуда заходит назад. Вы даже можете плечом-то, как бы, так и раз, оттуда, как бы, оп, доставать. Ну, как-то даже горячо, я бы сказала сейчас. Ну, сильный у вас. Ну, я мастер. Попробуйте, вот, теперь здесь попробуйте. То же самое. Да. Моя задача – передать вам ощущения. А дальше вы будете его тренировать, нарабатывать. Вы можете применять его в любой другой технике, классической, любой. То есть, я хочу сказать, что вы чувствуете, как вы передаете энергию, чтобы помочь своей жене. Ну, визуально вот так. Да. То есть, вы визуализируете, дышите, двигаетесь. И вот такая игра, она очень простая, и вам не будет скучно. Чувствуешь? Вы даже сами после работы отдохнете. Так, теперь перейдем к изучению массажа стоп. Самого простого. Для этого нам понадобится крем. Вот, берите, давайте ручку. Вот так, возьмите. Растирать. И разотрите. Во время массажа необходимо, чтобы непосредственное участие принимал партнер. Тогда можно достичь максимального результата при взаимосвязи матери ребенка, отца ребенка. И именно семейная духовная связь. Когда отец кладет ручки и чувствует шевеление маленького ребенка в животе матери. Давайте изучим вот несколько техник. Значит, берем, берем, вытягиваем. Так, это мы уже знаем. Теперь, смотрите. Вот ставите ручку так, и вот этим большим пальцем делайте такое как бы движение. Угу. И продвигайте чуть вперед. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, например, тут уже как бы тверденько, там уже не надо. Возвращайтесь. И делайте вот так вот, как бы идете и продвигаетесь. Ну, правильно. Правильно же, да? Да. Да. Точно так же. Видите, как хороший муж попался. Так. И переходим к другому пальчику. Сюда. Раз, два. Вот так. Делайте так, чтобы вам было удобно. Может быть, действительно как-то так. Мы этим массажем, мы выжимаем жидкости. Если отекают ножки, то мы можем как бы просто вот выжимать их туда. Да, есть такая проблема. Да, возьмите вот так вот, поменяйте ручки. И вот, то есть между выжим пачками представляете себе такую полосу, линию. Самая простая техника рефлексотерапии по ногам, вы можете ее использовать спокойно. И сюда. Эту же технику можно будет применять, когда уже после рождения ребенка вы будете сбрасывать вес, очень хорошо сбрасывается. Потом берете так стопу и как бы ее раскрываете сюда и сюда. Вот так вот, да. Так как где удобно. Вот так вот делайте. Вот так как бы. Раз. Вот это ударная поверхность рабочая. Все. Пальцы сжимаете? Пальцы, да. Вот. То есть еще больше даже. Смотрите, вот вы должны это здесь вот почувствовать. Вот. Ну, все понятно. Понимаете? Ваши движения. Хорошо. Затем можно положить ножку так на бочок чуть-чуть. И вот видите, нам удобно становится внутренняя часть. Туда делается. Это четвертый элемент. Что еще можно сделать? Вот так вот вокруг пяточки. Вот так вот. Круговые движения. Хорошо? Вот так вот вокруг пяточки. Я вам покажу, где должны стоять пальцы. Вот здесь вот. Вы даже можете все техники отрабатывать на себе вначале, там, попробовать. Потом поймете, как это на другом человеке. Как вы себя чувствуете? Ну, ваше. Шеста? Класс. Класс? Класс, говорят. Видите? Вот. И в конце тоже так как бы достаем. Вот четыре таких простейших вещи. Значит, мы с вами научились сделать такое дыхание. Помните? Угу. И направили по этому направлению. Разбиваем. Заканчиваем стопу. Если вы сделали одну ножку, это займет минут 10-15. Потом вторую 10-15. Вот полчаса. В день можете уделить жене, помочь ей. Понятно. Делая массаж беременной женщине, помните, самое главное не повредить. Самое главное не вызвать какие-то осложнения. Даже в домашних условиях, выполняя муж с жене, сохраняйте спокойствие. Никаких резких ударных техник. Ваша задача – помочь вашей женщине сохранить здоровье, проходя беременность. И она будет всю жизнь вам благодарна за это. Оставайтесь здоровы. Делайте массаж ежедневно. До новых встреч на Тулбай.